Сестра погибшего Даллера сделала громкое признание. 14-летняя девочка призналась, что ее, как и брата, регулярно били. Кроме того на нее повесили работу по уходу за малышами. Родным детям тоже доставалось, но значительно меньше. Никому из опеки они это не говорили, потому что представители опеки пришли и ушли, а им тут жить. Наумову они очень боялись. Та запугала девочку, что за смерть брата придется отвечать ей, потому что он скончался у нее на руках, когда она его мыла. Убедила девочку молчать. Другим детям сказала, что Даллер уехал. Муж вообще не задавал вопросов. Сейчас вскрылся масштаб того ужаса, который успешно скрывался за фасадом идеальной семьи. Вероника Наумова объявила об исчезновении подопечного в конце июня. По словам женщины, утром 26 числа он ушел из дома в районе Вторчермета и не вернулся. 29 июня мальчика нашли мертвым. Его убили, а тело лежало в сумке в гараже, который арендовали Наумовы. Пятилетний Даллер погиб в конце декабря 2022 года, опекунша врала всем окружающим и опеки, чтобы скрыть случившееся. Позже силовикам она объяснила, что не избавилась от тела, потому что ей было жалко ребенка. Вероника во время очной ставки в СИЗО просила мужа не лишать ее родительских прав. В семье Наумовых трое несовершеннолетних детей. Вероника Наумова на встрече со своим законным супругом Александром просила его не подавать заявление на лишение ее родительских прав на троих общих детей. Муж пожал плечами, сказал, что пока не решил, как поступить. Неоднозначный ответ Александра не удовлетворил Веронику. После этого она стала разговаривать с мужем на повышенных тонах.